Всем огромный-преогромный привет! Очень рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. И поговорим мы сегодня с вами о канале, делающей добро, и о Бабе Ане. И все уже, наверное, прекрасно знают, кто такая Баба Аня и кто такой Мансур. И уже, наверное, полюбили их многие мои подписчики. Ну, а если вы ещё не знаете, кто они такие, то досмотрите видео до конца. И надеюсь, вы поймёте, стоит вам подписываться или нет. И я как-то уже спрашивала, и очень многие сказали, Оля, продолжай снимать, потому что именно с твоего канала мы перешли к Мансуру. И очень радует, что количество подписчиков на его канале увеличивается. Ну, что, сегодня Мансур опять пришёл к Бабе Ане не с пустыми руками. Он принёс ей колбасу, там что-то ещё сок и хлеб. И ещё он принёс ей в подарок новую плитку, печку. Ну, плитку для приготовления еды. Потому что в прошлый раз он забрал старую, а позапрошлую он обещал, что он принесёт. И он купил её новую в магазине. И преподнёс это Бабе Ане так, что она и не сообразила, чего он ей там притащил. Взяла в руки и подумала, что это телевизор. Вот я уже посмеялась. Хотя, там, знаете, величина-то небольшая. Коробочка как бы не особо похожа была на телевизор. Но Баба Ане сразу так загорелась. Говорит, там чё, говорит, телевизор. А потом достала. А-а-а. Ну, и сразу в каком магазине купил. Далеко, недалеко. А примерно далеко или недалеко. Короче, она, как всегда, в своём репертуаре. Ну, и пока там Мансур ножки прикручивал, Бабаня с ним там вступила в спор, что как поставить её лучше, что там ничего не загорелось. Ну, и она выпалила. Что ты думаешь, что, говорит, я дурная? Говорит, я восемь классов закончила. Ну, и я засмеялась. Потому что в прошлый раз Мансур говорит, вы же говорили, что вы всего три класса закончили. В прошлом видео уже было, что она говорила, что я вельтанутая. Но она, конечно, не так говорила. И кто смотрел, тот помнит, как она сказала. Короче, Бабаня в своём репертуаре. Ну, довольная была, что у неё плитка появилась. Она, кстати, сегодня и сама даже ходила в магазин. Похвасталась, что купила хлеб и печенюшки. Два пакета. И один пакет она так щедро прямо настаивала Мансура, чтобы он взял и забрал домой. Опять, как всегда, там было яблок целая куча. Опять у неё там спёрли какие-то пакеты. Мешки аж семь штук. Опять у неё там спёрли ножницы. Но, как она сказала, звезданули. Но по-другому. Вы меня поняли. Две пары ножниц. И говорит, когда она, говорит, за руку не словил, не докажешь, кто и чё спёр. Опять с этой трудовой книжкой. Всё, вот, зацепили тему там её внучки, снохи и внучки, что ли, что вот как так не работать. У меня трудовая, я столько, у меня лет стажа. Но вот опять, говорит, спёрли трудовую. И вот, чё теперь делать? Нет, трудовой, бедная баба, они всё у неё воруют, всё у неё таскают. Но она ещё та сказочница. Со школы-то, да, она сказочней ворчала. А она, знаете, такая сочинительница, ну такая прикольная, когда сочиняет. Потом сидела, говорила, что вот всё болит. Голова болит. Спина болит. И что-то она ещё сказала, что, а, что с лёгкими проблема, надо в больницу ложиться. Вот она задыхается ночью, плохо ей спать. И надо лечь в больницу, да, вот эту избушку, на кого она ставит. Мансур такой говорит, что, ну, оставляйте, я присмотрю. А она, ой, сразу перевела разговор на другую тему. И перевела на то, что вот она там в соседнюю деревню бы поехала жить. И тут Мансур говорит, вы хотите туда ехать? У меня, говорит, есть там знакомые, можно купить дом. Баба, они такая, сколько, за сколько дом? Мансур говорит, я сам куплю дом. Вы знаете, я так в шоке была, да, от этого, что он сказал, я сам куплю дом. И я сразу, да, вспомнила о наших доброделах, да, которые сами ничего никогда не купят, только ждут денег от подписчиков. А тут Мансур, я сам куплю. Но Баба Аня не среагировала. Знаете, уже, наверное, Баба Галя бы наше-то среагировала. Но Баба Аня нет. Она так это, нет, 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 она так любит. Виталинку, она говорит, у меня нет здоровья оттуда таскаться постоянно к ним каждый день, особенно зимой. Не-не-не. И решила она остаться в избушке своей. Говорит, тут потолки хорошие, всё нормально. А ещё Мансур сказал, что купил утеплитель там и кожзам, чтобы утеплить двери Баби Ани. Вот видите, какой он заботливый. И да, Мансур простыл, он ещё принёс картошку, которую Баба Аня тоже ругалась, кричала, зачем принёс, сами пожарите. Но она, как всегда, в себе забери, а у вас есть. Она вот всегда так, она всегда беспокоится. Хотя, когда она даже сильно-сильно хочет есть, она это не показывает и готова всё впихнуть Мансуру назад. И Мансур сказал, что вот я бы подождал и посмотрел, как вы пожарите картошку, но дело в том, что плохо себя чувствую и пойду домой. Ну и Баба Аня тут же тоже заболновалась, говорит, что с тобой, Мансур говорит, что-то загрипповал, температура какая-то непонятная. В общем, даже я, знаете, на миг сама перепугалась. Но сейчас же в мире неспокойно и бушует инфекция. Я так ещё подумала, хоть бы мальчик не заболел, хоть бы с ним всё хорошо было и лучше бы он дома посидел. Понятно, что он переживает за Бабу Аню, но надо себя беречь, заодно Бабу Аню тоже беречь. Ну, мало ли всяко, может быть, я как-то вот не на шутку тоже заволновалась. Ну, потому что мне нравится этот блогер, искренне нравится. И смотрю я с огромным удовольствием. Но особенно про Бабу Аню видеоролики. Ну и тут у нас, оказывается, Баба Аня тоже лекарь. И лекарь ещё тот покруче Бабы Гали. И она давай рассказывает, что там надо безымянным пальцем как-то ставить на голову, какой-то делать массаж-массаж и приговаривать молитву. Ухватилась даже за ручку, за листик, чтобы всё ему записать. Говорит, подожди, Мансур, говорит, подожди. Минут, говорит, двадцать подожди, Мансуру плохо. А ещё тащить яблоки, которые она опять насобирала. Больше ведра он как поднял, говорит, боже, как я всё это затащу. Ну, он терпеливо ждал, что она там напишет. Но карандаш, оказывается, не писал. И он тут ей уже сказал, что, в общем, Баба Аня, я же тебе это уже записал, тебя на камеру. Она, а, ты меня записал? Говорит, ты я всё знаю. Но она по-своему, по-новому опять начала показывать, что и как надо делать, как надо массаж делать, какую молитву читать и по сколько раз читать. Потом уже Мансур камеру навёл на себя и сказал, что врачи, учитесь, черпайте информацию от нового доктора. Короче, прикольная бабулька. С каждым видеороликом всё интереснее и интереснее её смотреть. И вот она так любит свою Алинку. И много вот читала в комментариях. Ну, потому что я как бы и не знаю эту Алинку и Ирку. И не знаю, что там за они такие. Не знаю, где это посмотреть у него на канале. Нужно поискать. Потому что, вы знаете, я же не так давно начала его смотреть. И вот смотрю и думаю, вот она их так любит. Ходит в гости. Говорит, ходила там к ним в гости. И опять Мансур заметил, что у неё там какой-то чехол новый на диване. И говорит, где взяла. Она опять всё свалила. Или на Ирку там, или на какую-то красивую соседку. Но только не то, что она там нашла на помойке. А таскает она всё равно. А ей всё, говорит, подкидывают, подкидывают. Она говорит, то какие-то лифчики, то какие-то майки. И это так прикольно. То воруют у неё, тащат. То подкидывают. Трудовую спёрли. Ножницы спёрли. Всё прут и прут у бабы Ани. В общем, короче, вот такая вот она прикольная. Но невозможно не смотреть. Ребят, ну пожалуйста. Но вот кто-нибудь, кто ещё не смотрел и не подписан, зайдите на канал Делающий Добро. Посмотрите хоть один ролик с бабой Аней. Но не сравните её никак с бабой Галей. И не сравните с каналом Доброе Дело. Вот там реальные добрые дела. Мансуру хочется пожелать здоровья, чтобы побыстрее выздоравливал и берёг себя и бабу Аню. И слишком много не ходил нигде. Лучше отлежись, полежи, попей чего-нибудь горячего. И чтобы легче стало. Ну, потому что любой воспалительный процесс, он требует того, чтобы отлежаться в тепле и с горячим печём, ну, с какими-то жаропонижающими. В общем, береги себя, Мансур. Береги, береги своё здоровье. И ты очень хороший блогер, ты молодой, ты нравишься людям. И ты действительно помогаешь. В общем, мои хорошие, у меня всё, чего я просмотрела, не добавила. Кто смотрел, обязательно напомните мне. Может, какой-то упустила прикольный момент. Обычно у меня Ксюша комментирует круто. В общем, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Кто ещё не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем прекраснейшего настроения. Всем добра, позитива, улыбок. Главное, мои хорошие, главное – это здоровье. Берегите себя и своих близких. Обнимаю каждого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok